Луиза Монро Фоли. Вор сказал код, кровь сказал код, яд сказал код. Гриф, совершенно секретно. Чшшш, никому не говори. Это, кроме того детектива, который я тебе показывала выше, единственный детектив, который способен читать уже сейчас, когда я выросла. В детстве я, конечно, читала, как и все, детские детективы, вот из этой серии книги. И, да, потом это дело забросило, у меня 14 было, и забросила я как. Пошла в мой книжный магазин, чтобы свою дочерочку порадовать, и попросила, а я спросила, есть ли новинки из серии детских детективов. Ну, ее подавщица и спросила, ну, чтобы сориентироваться, что сколько лет, мама там ответила, мне, по-моему, 14 что ли было. И подавщица так удивилась, и она все еще читает детские детективы. И вот я в детстве, не знаю, стыдно, была зависима от мнения окружая, очень не любила, когда моя жизненная действительность не угождала мнению общества. Не это ли послужило темой того, что в университете я защищала дипломную работу под названием социальные стереотипы? Да, в общем, я сломалась, сказала маме, мама, будешь мне не убери эти штуки. Но вот это, и вот детектив Тога, который я тебе показала сам в начале этого похода очень длинного видео, вот единственные вещи, которые я, единственные детективы, неважно детские или не детские, которые я могу читать. Ну, да, я читаю еще танцовую, но это не то, чтобы детектив, я не то, чтобы ее люблю, просто она меня забавит. Эдакий задорнов в детективном жанре. А, ну да, да, столько прелюдия, а книги ни слова. Главная героиня девочка, она работает в школьной газете. Ее мать ее руку. У девочки есть совершенно рыжий, абсолютно умный кот. Книга делится на три основные истории. Соответственно, вор сказал кот первая история, вторая история, кровь сказал кот, и третья тоже сгадалась, яд сказал кот. В общем, конечно же, ну и птица-говорун отличается умово-сообразительностью и сообразительностью. Кот говорит, кот Мурлыка отличается умово-сообразительностью. Девочка здесь вступает, ну не то, чтобы в роли самая тупая, всего лишь озвучиваю намеки моего кота. Нет, конечно, она сама очень многом догадывалась. Но основным все-таки подсказчиком был в расследовании, ну как расследовании, ну я просто случайно попадала в ситуации разные, был именно кот. Вот, исключительная вещь, очень советую. И кстати, ты могла замечать, я иногда в комментариях под видео, когда кому-то что-то отвечаю, или даже в самом видео, произношу фразу, разные вариации одной и той же структуры фразы, которую я здесь подчеркнула. Сейчас я тебе перескажу, и ты, может быть, поймёшь, о чём речь. В общем, как я уже говорила выше, мама, главная героиня и врач, как-то её дочка спросила, что мама, а как бы ты столько лет работаешь, ты, ну как бы привыкла к тому, что люди могут умирать. И мама ей ответила, что знаешь, когда я отнесусь к равнодушиям, к тому, что у меня умер пациент, я сразу уйду из медицины. В общем, разные вариации этой фразы я применяю в своей жизни с тех пор, как я её, собственно, здесь прошла. Это было много лет назад, и до сих пор эта фраза живёт в моих устах, в моей жизни и существует. Господи, я чувствую, я так говорю здесь, у меня камера. Волшебные сказки далёких стран и островов. Ну, не сказать, чтобы это было что-то особенное, но достаточно любопытные вещички здесь встречаются, есть и иллюстрация такого плана. Кеннет Грэм «Ветер в Ивах», ну это просто классика, я считаю. Эту книгу мне подарили в Жюри, родина моего отца. Мы туда всегда ездили с папой только зимой, 12 декабря, потому что его отец со Своим Небесным был для него просто святым человеком. И что бы у него ни происходило в жизни, каждый год с самой смертью он ездил в Жур к 12 декабря. Кстати, вот дед родился 12 декабря 1912 года. В ушедшем году ему исполнилось бы, Царство ему Небесное, 100 лет. И один единственный раз, я уже не помню по какой причине, мы с папой приехали в Жур летом, и уезжали буквально, буквально, я родила 17 июля, а мы уезжали буквально 16-го. Совершенно сказочный был день. Я гуляла по Ужору, возвращалась уже в дом бабушки с дедушкой, бабушки тоже Царство Небесное. И я увидела мужчину, который унес у как совершенно уникальную куклу. Она была белокурая, такая красивая. Я подумала, вот было бы здорово, если бы мне подарили такую куклу. И знаешь, что мне подарили, кроме этой книги? Ту самую куклу. Это просто чудо какое-то было. Хотя я никому о ней не заказывала, да и не успела бы, потому что я ее видела на улице, у как совершенно постороннего дяди под дороги домой. Ой, я пришла домой, мне сразу подарили. Я просто не успела бы никому сказать. Подарили эту книгу. Главными героями здесь выходят жители, которые живут у реки, по-моему. И да, такая вот история. Как бы я очень рада, что я нашла эту книгу. Вот. Ее я очень любила в детстве. Народные русские сказки. Я очень любила, знаешь, есть такой фокус. Если буквы такие впуклые, вот есть термин выпуклые, тут впуклые. А если буквы такие впуклые, на обложке книги берется, кладется сверху лист бумаги, карандаш, и застиховывается лист, и получается такая интересная вещь. Сейчас я тебе покажу. Вдруг ты не знаешь. Вряд ли, конечно. Все-таки это все знают. И получается такая клевая вещь. Я надеюсь, тебе видно. Я надеюсь, тебе правильно показываю. Я обожала именно вот на этой книге такую штуку со штрихованием. Так, что у нас? У нас здесь терминские сказки. Как можно понять по названию? Кота-лиса, волк-дурин, медведь, без ноги, без руки богатыри, сестра-целедушка-братец, Иванушка-белая уточка. Совсем такие детские. Потом, там же в жюри, не помню, почему, ну, в смысле, повод, просто так, или это был Новый год, или это был же, был тот же день рождения, когда я летом ездила. Мне подарили журнал, где, помимо прочего, прочим, не рисовали. Здесь был отрывок романа Луизы Олкот «Маленькие женщины». Он мне безумно нравился, его постоянно перечитывала действия. И я не обращала внимания на слово отрывок. То есть, я его читала, как полноценный рассказ. И сейчас, когда я заметила этот момент, вот, я когда рассказывала о своей книге «Полки ужаса», мне очень многие советовали Стивена Кинга «Сияние». В одной из серий, знаменитого сериала «Друзья», Джон, Джо, Джо Требиани рассказывает Рэйчел Грин о том, что его любимая книга «Сияние», и что он её очень боится, и когда он начинает, ну, читает, читает, когда он начинает пугаться, он бежит в холодильник и плячет её в морозильник. И тут Рэйчел начинает обстановить его книгу, и ты даже её спрашиваешь, какая у тебя любимая книга? Это такая маленькая женщина. И тот начинает насмехаться над её книгой, и тогда они договариваются поменяться этими книгами и читать. Я прочту «Шайнинг», а ты маленьких женщин. Хорошо, договорились. Договорились. И, собственно, если бы и в сериале книгу показали такой толстой. А тут я когда нашла в «Краже», я подумала, что странно, сериально было такой толстой, а тут такая фигуречка. И тут я увидела слово «отрывок». Когда я прочту всю эту стопенцию, которую я тебе только что показала, я непременно скачаю полную версию, и непременно непременно её прочитаю, потому что в отрывке я действительно в восторге всегда была. Сударь и сударыни, последняя книга, «Выдыхай с облегчением». Это было, прежде чем я тебе её покажу, что это была первая в моей жизни толстая книга, с тех пор, как я научилась читать. Обычно все книги были вот такие, вот такого где-то размера. Тут книги, которые я тебе сейчас покажу. и до сих пор как-то случилось. Её, судя по всему, купили папа с мамой совместно, и я возвращаюсь из школы и смотрю, на холодильнике лежит она. Я говорю, «Вы себе книгу новую купили?» Потому что, конечно, вот такие тонюсенькие детские книжки я очень быстро прочитывала. «Расти здоровым» эта книга такая в стилистике Диснейте. Я сейчас всё покажу. Автор Роберт Ротенберг. Детская энциклопедия «Здоровье». Вот ты можешь не видеть, тут есть такой мушонок. Кстати, над ним тоже можно поиздеваться с лихованием. Сейчас я сейчас сек. С самого детства фигней-то не занималась. Хочется возродить это моё помешательство. Та-дам! Теперь лучше видно? Ой. Покажу тебе, как это делается, а то вдруг ты не знаешь, хотя я и представляю, что человек не знал такого. И начнёшь шукаться, почему не показал, как это делать. Короче, берёшь кардашу так, чтобы он где-то вот под таким углом был. На самом деле на камеру трудно это показывать в вертикальной плоскости. И просто вот таким макаром заштриховываешь страничку. У меня же рука дрожит, книга тяжёлая. Надо было русские сказки взять для этой цели. В общем, ты уже видишь результат. То есть, просто заштриховывается страничка. ой, ой. ой. То есть, ну вот, показывается Гуфи с собакой, мозг человека. То есть, тут приписка над Гуфи такая, что мужичок управляет нашими мышечными рефлексами и чувствами равновесия. Я до сих пор вспомню, что мужичок за равновесие отвечает. Ну и, собственно, и вот на этой схеме показано, где мозжичок. Вот он. Вот в такой форме показывается, что у человека 4 основные группы крови, группы, группы. А вот таким образом демонстрируется, что хромосома содержит все гены, определяющие все черты будущего ребенка, присущие только ему. То есть, все то, что его отличает от своих детей, например, на кого он будет похож, каким будет его поведение. Я вот, все, что я знаю о здоровье, в меня заложено вот именно с этой книги. Тут я даже вижу какие-то свои листочки вложения. Сейчас достану, еще не видела. Что-то тут считать пыталась. Видимо, просто в виде закладки сюда положила. все аксиомы, две способы задания плоскости. По математике что там? Пять. Снова математика, алгебра, вернее. Что здесь делает? То есть все в этой книге очень достоверно демонстрируется мальчикам и девочкам. Я даже зачитаю саджиане по разделам. Так, как живет наш организм, то есть и по органам пошло разъяснение. Наши болезни, ну и самое распространенное, что у детей бывает, пошло. Чтобы не случилось беды, предусмотрение честных случаев, первая помощь, как ухаживать за тем или иным чувством, осанка, привычки, поступки, сюда входит сон, мечтательность, страх и спуг, почему мы говорим неправду, цвет кожи, драться-не драться, можно играть с огнем, когда не хочется идти в школу, летний отдых за год, оставить с родителями хорошие дроны. то есть вот, ну, знаешь, если ты не найдешь для своего ребенка вот такую книгу, ты совершишь большую ошибку, потому что это просто кладезь, и если ребенок прочитает эту книгу, он ее прочитает благодаря тем министрациям, которые, и тем способом разъяснения, которые я только что продемонстрировала, ну, действительно, заумные медицинские вещи здесь переданы столь легко, свободно, в легкой, играющей форме, методом Диснея, скажем так, что ребенок просто, у него будет эта настольная книга на многие-многие годы, и все это он запомнит до самой старости, вот я совсем старая до сих пор помню многие вещи отсюда, да, может быть, тебе самой будет интересно все это поизучать, посмотреть, почитать, полистать. На этом все, занимайся спасанием книг, усыновляй, худочеряй, вспоминай, поднимай из небытия книги спасают наш разум и нашу культуру, заботься о них, не забывай их, и до следующего видео, пока. Субтитры создавал DimaTorzok